Господа, Антонио здесь. Сегодня мы поговорим о десяти нестареющих привычках стильных мужчин. За все годы я помог тысячам мужчин улучшить их имидж. И кое-что я подметил. Мужчины, которые серьезно относятся к своему стилю, своему имиджу, имеют привычки, которые они в себе закрепили, имея систему, что сделало их стиль эффективным. И это ваша цель, господа. Выработать эти привычки до автоматизма, чтобы вы даже не задумывались о том, что вы их используете. В этом видео я рассказываю только про десять, а здесь у меня есть статья, где я дам вам дополнительные, еще десять бонусных. Там будет ссылка на мой бесплатный курс семи уровней стиля, который должен знать каждый мужчина. Я хочу, чтобы вы прошли этот курс. Он даст вам фундамент мужского стиля, причем бесплатно. Но это временно, бонусы постоянно меняются, и они могут стать не такими крутыми, как прямо сейчас. Ладно, друзья, десять привычек. Номер один. Вам должно быть удобно в своей одежде. Она состоит из двух частей. В первую очередь, вы должны чувствовать уверенность в том, что вы носите. Способ обрести уверенность в одежде – это практика. Вы знаете, что вам нужно. Я живу в маленьком городе. Возможно, что вы слышали, как я говорил об этом раньше. Но в небольшом городе не так много людей, кто носит пиджаки, да вообще хорошо одеты. Большинство – это фермеры, ходят в рабочей одежде и не разделяют мои взгляды. Но я продолжаю так одеваться, потому что я представляю себя, свою семью, свой бизнес, и я не хочу обмануть чьи-то ожидания, если кого-то встречу, и он заведет разговор о моем бизнесе. Я должен выглядеть соответствующе. И второй момент – что бы вы ни на деле, это должно сидеть круто. Убедитесь, что все, что вы покупаете, вне зависимости от ценника, это должно сидеть как с иголочки. Не нужно покупать, хоть и по 90% скидке, но не вашего размера. Господа, эта вещь никогда не будет смотреться отлично. Вторая привычка – одевайтесь по вашему телу, по погоде, для встречи и для самого себя. Заметьте, я не сказал одевайтесь по моде. Нет, я имел в виду, да, мода – это круто, но как большинство мужчин вы не способны постоянно следить за модными тенденциями. Вместо этого выгляните в окно. Какая погода? Сейчас в Висконсине холодно, достаточно тепло летом, поэтому у меня есть гардероб на определенное время года. Согласно вашему телосложению, если вы очень небольшой и худой парень, вам нужно надевать одежду, пропорциональную вашим естественным чертам. Если вы очень крупный парень и очень полный, 160 килограммов. В этом случае вам нужно носить одежду, которая скрывает ваши недостатки и делает из вас гиганта. А также обращайте внимание на то, куда вы идете. Если вы просто идете на работу, то оденьтесь надлежащим образом. Однако, если вы идете куда-то выпить, приоденьтесь для этого. Не обязательно надевать спортивки, которые вы надеваете в тренажерку, ведь вы выходите в общество. Поймали смысл? И, наконец, одевайтесь для самого себя. Номер один по важности. Только вы знаете, чего вы придерживаетесь. Третья привычка. Знайте своего партнова. В частности, его имя. В таком случае вы будете более любезным, когда относите ему свою одежду. Ему нужно относить всю одежду. Да, уйдет немного больше денег, ну, кроме футболок и шорт. Вам нужно относить свои рубашки, все пиджаки, даже свои джинсы, если они длинные. Они все подошьют, подгонят под вас, и вы будете выглядеть лучше. Итак, знайте своего партнова. Знайте его имя и подгоняйте одежду. Четвертая привычка. Знайте своего парикмахера. Снова, знайте его имя. Лучше посещайте его каждый месяц, чтобы подправить свою прическу. Причина, по которой вам нужно найти его и посещать ежемесячно, вы не должны быть отталкивающим. Скажем так, вас срочно пригласили на собеседование для новой работы. Вы посмотрели в зеркало, а у вас слишком длинные волосы, а компания очень консервативная. А если вы будете подстригаться каждый месяц, вы будете всегда готовы и не попадете в просаг. Вы будете выглядеть здорово, хорошо расчесаны, и вы сможете прийти на собеседование в любой момент, вместо того, чтобы судорожно искать парикмахера и как быстро все исправить. А результат получится, скажем так, не очень. Пятая привычка – ухаживайте за одеждой. А именно, постирайте, погладьте, начистите, если нужно. Это достаточно очевидно, но, друзья, я нашел способ. Если у вас есть деньги, отправьте все в прачечную. Если же хотите сохранить деньги, проводите целый ритуал. Как делаю я? Стираю рубашки, сушу их, потом все глажу. Если вы хотите быть на высоте, просматривайте пуговицы, чтобы не было так, что на любимой рубашке не в тот момент отлетела пуговица. Держите в порядке свои вещи. Все свои туфли я начищаю раз в неделю. Переходим к шестой привычке. Все должно быть на своих местах. Я начал с того, что начищаю свою обувь. И, друзья, у вас должно быть определенное место у всего. Так вы быстро сможете найти, что нужно. Я большой фанат боксов для чистки обуви. Я не к тому, что вам необходима эта коробка, чтобы начистить свою обувь. Но я утверждаю, что вам нужно место, где будет лежать ваша обувь. И вы не будете тратить время на поиски. Но так все инструменты, весь инвентарь будет под рукой. И быстро с этим справитесь и перейдете к другим делам. Седьмая привычка. Тратьте деньги с умом. Итак, если вы собираетесь потратить больше 200 долларов на что-то, вам нужно задуматься. Окей, будет ли это стильным в следующие 20 лет? Если больше 5000, должны думать, что эта вещь станет только лучше со временем. Даже если вы собираетесь потратить не так много денег на что-либо, вам нужно определить истинную стоимость. Цена должна быть оправдана. Восьмая привычка. Помните, что функция и комфорт гораздо важнее, чем мода. Так должно быть всегда. Господа, большая разница между тем, чтобы одеться и прикрыть себя. Большинство людей просто прикрывают себя. Они не задумываются о том, что накидывают на свое тело. Будь тем, кто хорошо одевается, при этом обращая внимание на функцию, комфорт и убедитесь в том, чтобы вы не надели, еще и стильно. Так вы переведете игру на следующий уровень. Девятая привычка. Позаботьтесь о деталях. Лучший пример я могу дать. Это мой собственный гардероб. Где я держу свои карманные платки? Все мои пиджаки уже заряжены карманными платками. Я называю это предустановка деталей. Когда-либо я подготавливаю пиджак в поездку, всегда платочек на своем месте. Деловая карта в кармане. Подготавливая все заранее, мне нужно просто накинуть пиджак, и он будет выглядеть здорово. Потому что я позаботился о деталях. Вы также можете сделать с брошкой и другими маленькими деталями. Друзья, позаботьтесь заранее и не думайте об этом. Теперь десятая привычка. Делайте комплименты, но будьте очень аккуратны, когда даете советы по стилю. Как факт, я советую вам давать советы тогда, когда вас спрашивают. Я был с другом, и кто-то, кого мы не очень хорошо знаем, подошел к моему другу и прикрепил его галстук в клетку. Мой друг даже не знал, что сказать. Ведь он решил, что лучше носить незакрепленным или скреплением наискось. А этот парень просто подошел и начал его поправлять. Что бы вы почувствовали? Напишите в комментариях. Просто не делайте ничего, когда вас не просят. Не навязывайте свои идеи чужим людям. Одевайтесь для себя. Запомните это. Если вас кто-то попросит, тогда конечно. И когда вы видите кого-то хорошо одетого, скажите комплимент, но не навязывайте свои стандарты и убеждения. Ладно, друзья, на этом все. Дайте знать в комментариях, а также пройдите бесплатный курс 7 формул стиля для каждого мужчины. Как я и сказал, все бонусные материалы ограничены по времени, и сейчас вы успеете получить лучший бонус, который я когда-либо выкладывал. В любом случае, это бесплатный полноценный курс. Наслаждайтесь, учитесь. До свидания, друзья. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok